Да, быстрее Да, быстрее Смотри, что около машины никто не стоял Ни хреново Видно, надышались всё Она идёт на нас Она идёт на нас У меня сейчас сердце ковоется Пипец, мне что-то плохо Ты нормально себя чувствуешь? Пошли отсюда Мне что-то поплохело Ты себя нормально чувствуешь? Там было реально что-то Где-где? Там глаза реально были Друзья, но перед просмотром этого захватывающего И страшного ролика Традиционно попрошу вас подписаться на мой Телеграм-канал, все ссылки будут В описании под видео Ребятушки, всем привет! С вами как и обычно я В сегодняшнем видео вы увидите заброшенный бункер Заброшенную школу Страшный, жуткий лес, в котором В годы Великой Отечественной войны Расстреливали мирных жителей Говорят, что ночью там просто Невозможно находиться в самое настоящее Место скопления какой-то Паранормальной активности Это видео я буду снимать вместе с Николаем Вы его видели в одном из роликов Который уходил у меня зимой Когда на нас напал Фермер из заброшенной деревни В общем, ребят, сейчас путь предстоит не близкий Где-то больше двухсот километров не надо проехать Увидимся там на месте Я думаю, что сегодня будет очень интересно Короче, сетей нету на телефоне Навигатор не включил Я думаю, по памяти приеду Я помню, что был железнодорожный переезд Как раз сзади меня И сейчас, знаете ли, я забыл, куда поворачивал То ли направо, то ли налево Придется кого-то спросить у местных Наверное, там была какая-то деревушка Так, ну что, ладно, записи пошли, ребят Короче, все, значит, встретились мы с Николаем Планируем посетить три локации Старый заброшенный завод Коля говорит, что место достаточно стрёмное Ночью там одному лазить Завод большой, да? Он большой Ну, еще в том районе, знаешь, я тебе скажу Да, да, в газетах было одно время, писали В общем, ну это, конечно, миф, не миф В газетах писали, что завелась чупакабра В прямом смысле начался скот таскательный То есть в том районе И типа вот, ну как-то там местные говорят, что там Она вот в этой, ну, заброшки, в этой она живет Это типа какой-то зверь, что-бы, да, я такое слышал Ну, вот что, типа скот убивает Мороз сасет, типа инопланетяне Как говорится, не поймешь такое вот Заедем на базу ПВО Это бункеры, короче, да? Да-да-да, это бывшая база ПВО заброшенная Я планировал вообще, думаю, приехать, ну, хотя бы, чтобы немного светло На эти бункеры, но получилось опять, как обычно, что А по бункеру по тематету Получается, кстати, вот видишь, как бы вот это И мы едем сейчас в данный момент Мы в один и тот же район едем Ага То есть они рядом находятся И получается вот это вот, как бы, что местные рассказывают Там, ну, то, что вот это Ну, кто-то водится, скот таскает Может быть, они вот так же имеют в виду Как бы они рядом находятся База Ну, от завода Там где-то в пределах, наверное, 3-4 километров они Ну, и что возможно, что она и там водится Потому что, например, даже Про эту базу Только местные И то не все знают Они знают, что она была В советское время там эта база Стояли части Ну, конкретно я ее нашел Чисто благодаря, ну, спутнику, карта Просто чисто по визуалу я поехал Я знал, что примерно где-то она Ну, сказали, она где-то там вот в полях Она там где-то там А где конкретно никто места не говорил И, ну, просто я летом решил поехать И вот нашли такое место Третья локация это школа Школа Ну, школа, подожди Ну, школа это понятно, заброшенная А расскажи еще Тут ты рассказывал Какое-то стремное есть место Самое А, самое стремное место Это лес, ну, где в 30-е годы Простреляли около, наверное, тысячи Это по официальным данным И там во враге получается Там Ну, это официально, да? Официально, да Там ты увидишь мемориалы есть Все-таки Глазами видишь Ты сможет даже Ну, пофамильно всех этих людей Кто там захоронен Ты сможешь даже посмотреть Про Чупакабру я, например, не сильно Я верю, что там могут быть дикие звери водиться Сто процентов Страшно из всех, где-то бывало Это получается Это тут лес, где Расстрелили Наверное, именно по ощущениям Это самое страшное Ну, я еще скажу Я на заводе ночью не был Ага Я был всегда днем По днем Там днем Но он точно не охраняется, да? Он не охраняется, да? Там могут металл резать днем Типа владельцы Так, сейчас заехали на заправку Туда ехали где-то минут, наверное, тридцать Тридцать пять, может быть Это до этого завода Ну, не знаю, насколько Правда, это неправда Николай рассказал, что там говорится Какое-то животное По слухам Типа какой-то Чупакабра И он мне сейчас не рассказывал Именно про это Мы больше обсуждали И стрёмного Это лес Ладно, сейчас Приведем туда Зарядируемся на месте По заброшкам Вот чем опасно ездить Да, что-то горит Вдалеке Да вот там Симе что-то Либо Подожди, не было все это Бля, это Симе, боже Да Вот поэтому тоже Ну, это, кстати, далеко Это, наверное, какие-то красные заря Это в той стране Далеко отсюда Смысл состоит в том, что Сейчас октябрь месяц Ну, понятно, да Если в май, да Обычный апрель Поджигают там все траву А это октябрь Месяц Уже как-бы И тоже Полезешь хоть на забожку А кто-нибудь что-нибудь подождет А спешит На тебя Спешит, да В общем, тоже Ну, я хочу сказать, что Не лютая Прям глубже дорога Более-менее Еще освещается Цивилизация только есть Ну, это сейчас Ну, там придется сейчас Дабас Там прям По полю, можно сказать Ехать Да По этой дороге еще Развернуться Только на бункерах сможет Дорога еще более-менее, конечно Главное, чтобы нигде Никакая техника А то тут, вот говори, сейчас Будем ехать Чпыньки Вот по вот этому По лесу Проехать можно Ну, тут, видишь, а ты ж Военная часть была Тут асфальт раньше был Видишь, остатки есть Ага Это сколько лет Она уже заброшена там Все это? Ну, больше 20 Это точно, наверное Видишь, как сделана Видно, асфальтовая была дорога Она на возвышенности Тут вот развернуться, например Очень, если что Это Либо полностью ехать задом Либо искать Вот какой-то пятачок Ну да, да, да И выезжать тяжело Как выездишь Главное, да, чтобы это Ну и вот до туда Нам до посадок еще ехать Ехать, ехать А потом еще, можно сказать По лесу еще Где овраг? Вот он, прямо овраг сразу идет Обрыв Он с двух сторон обрыв Слева обрыв Слева обрыв И справа обрыв Ну, можешь окно открыть и посмотреть Там обрыв Да я он отсюда вижу, да Там обрыв Там обрыв На первую и на ходах Ходами, ходами, ходами Фу, все Мы самое стрёмное Проехали Что-то тут делают Ветки ломать Ну, это, наверное, вот ребята ехали Все равно дорога Какая-никакая Возможно, тут люди срезают Там же деревня есть А до нее дорога круговая Фиг знает какая Возможно, в хорошую погоду Все-таки ездят Но я думаю, ездят днем Возможно, погребники ездят Они же не сделают Вид Для снятия Для снятия Да, фильмы ужасов Заросли Такие же вообще Ты, кстати, смотри А мы можем просто проехать Они будут справа где-нибудь Может, заросло сейчас все А-а-а А там как? Ну, там что-то будет видно Какое-то, да? Да, строение Расстояние Приличное Проехать надо Ну, ты видишь, что-то недавно ехал Все равно тут бетонка-бетон Не бетонка Эта Тоннель нескончаем Да и вообще, вот представь Вот ночью тут пойти Так, считай, вот сейчас ночь мы едем Это уже время И сюда там Восьмое часа все равно Блин, мне показалось, как будто что-то там Где-то здесь Во временную петлю какую-то попали Едем-едем, а дорога не кончается Не кончается короче приехали не можем салитироваться ночью потому что сам тут ни разу не было ну не то что ночью а в такое время в темное да вот какой то это начинается да давай машину сюда поставить тут чтобы развернуться чтобы мы знали а вот еще смотри вот это первый начинает вот этот благор воздушность это уже уже какой-то бункер как будто кашу-то гав куда в какой пойдем 1 да вот он первым и у него и пойдем вот где-то возник вы не представляете мы еще вдвоем не днем до места у тебя сигнал тоже есть это будет вид нету но ночью здесь очень стрежь да ладно пошли пойдем вроде бы слушать все равно взрослые если кто есть уходи давай сразу маленький какие-то хода летучая мышь блин или что это какая-то баба это ласточка тут летает бабочки еще глянь они зимуют и смотри посмотри на кругом на стенах смотри да 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 там вентиляция там небольшой тогда время в принципе ограничено поэтому обзор будет паркет да смотри паркет но тут походу может какой-то по командному пункту даже не весь списочный скажи бункер тут идет смотри видишь связь идет все связаны тут подземные переходы а вот здесь вот что такое а ну тут тоже можно выйти на мы пойдем по джунгеря пойдем пошли подороги на полтора-два я думаю даже хватить полтора-два я думаю даже хватить слышишь а ты говорил про вот это вот какое-то животное типа какой-то чубакабра она тоже в этом районе да да ну получается завод тут рядом посмотри дерево какой снеги его это все туда при это из серии проведет что-то такое-то береза такое выросло конечно если лучше громко разговаривать потому что животные как бы дети по идее нас избегать должны но это да но знаешь есть самое опасное химикан облешеных не вырывался у слава богу какая-то яма особо интересно еще нету я вон там да она все хорошо за фонарь был ты видел виде блик света а вон подожди это походу просто с дороги наверно не знаю повидишь да он там залепет хотела тут это что они это фонарь она это просто бля я только думал прям знаешь как будто в лесу не там поле дальше это тут заросли дмитрия там поле тут вот в принципе идет дорога в плещую деревню летом видно есть люди все-таки там поле деревья жуткие в общем она только что вообще будет разветвляется что-то слышно слышу да 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 шелест это может это может это может птицы кстати это не кто-то по траве шел а вот они вот они тоже типа какой-то блин а что ты идешь как будто пустой лес а ну нормально да чьи глаза промелькнули сейчас серьезно да пипец я не пугаюсь я сам очку убит ты не шуши лишний раз травой вот слышишь да это какая-то что-то или какая-то это может как это да они одинаковые а ну тебя он по-моему был на видосе но по-быстрому это посмотрит вот у нас палочка тут стоит ух или нормально поставил то еще упадет значит открыл вот тут шел сзади не знаю не закрывая ли я камеру видишь вот коммуникации раньше тоже шли она вон там заглушки они однотипные они однотипные да прошлый раз мы в большом бункере кто-то был из животных или не знаю но однотипный видишь один в один пошли дальше туда будем видеть тем более я знаю что тут-то это зелье тут точно есть я представляю как будет какие деревья тут я представляю как будет находиться в лесу какой-то ты рассказывал где расстреливали людей в лесу там походу вообще люто умножай на пять а если ты один туда зайдешь ты вообще офигеешь ну там единственное животных ты не нарвешься их там нету слушай он вообще в этой области да я слышу что до хрена да эти дикие животные вот сейчас там трасса есть какая-нибудь нету ну мелькнул огонь какой-то вдалеке не надо туда может быть какая-нибудь дорога идет там может быть техника работать в поле а ну скорее всего прямо вон такой раз ну да кто-то может из вас поржет типа вы нагоняете страх упугаете сами себя просто как есть рассказываем то что видим вы когда не были ночью ну примерно в пяти километрах от длежащего населенного пункта да если не больше наверное так смотри мы бункер можем справа профукать большое вот он бункер какая тишина прям это вот он или не бункер ну походу бункер да по любому бункер но насыпь такая а что это может быть это наверное где локаторы стояли ну капец вот столько звуков знаешь что это я вообще не ну хотя уже октябрь птицы вообще ни одной хотя бы там я не знаю какие-нибудь вороны вороны летали блин я уже синие боюсь блин ну деревья конечно тут вообще что они так интересно растут реально может какая-то аномальная зона не знаю может когда локаторы были сигналы скорее всего ну потому что не может так береза вот как они вообще отрастают просто перпендикулярно земле смотрите растет не слышишь там подожди тут разоваривай собака гавкает ну тоже откуда там собака мы проехали километра четыре наверное да слышимость или слышимость наносится там звучит мудакая дойдем на него либо мы его мимо прошли я не знаю надо смотреть с правой стороны да ты говоришь нет деревья по-любому да ты прав скорее всего из-за того что тут эти вот локаторы стояли не могут так расти березы я вообще не пойму по ужасу ну где мы пробовать бесконечности идем так дальше я не помню наверное нету нету нападем сюда слуха нет и слуха я не знаю как тебе тут можно знаешь что мое предположение посмотри прикол он про вот это говорил опять летучая мышь это летучая мышь теперь все мышь да смотри сюда лучше не заходить что ртуть ртуть да да я сейчас погляну быстренько сниму блядь женек ртуть надо тут пипец тут ламп наверно тысячи штук ёмаё опасно ну я сниму так помещение быстро да там долго нельзя там эти пары ну хотя они может улетучиваются или нет лампы свежие современные это кто-то привел значит просто их типа это утилизировать это кто-то да утилизировать когда мы здесь вот тут вылили масло ваняло там рыв был вот тут можно ванять прошу до конца приколочная вахта нифига нифига себе помещение все здорово да елки 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 бля какое-то бремно подложили что там значит опасно вообще пройдем туда к лампам не пойдем надышимся можем это да это стремное что там ух ты блин ух ты блин ну и тут тоже лампы при нем что же лампы да ага это дмп 79 мари это в 79 значит что там функционер там наверное даже второй этаж по идее есть там дальше тоже ничего не все подожди не там ничего там тупик и вырубился слушай тут какой-то запах стоит стрёмный реально есть кто-нибудь выскоку здесь комната же ртутные лампы а ух ёмаё тут их охренеть сколько пойдем мы там выйдем нет она слышит чувствуется какой-то типа как хрен знает мне сейчас сердце ковоется пипец мне что-то плохо да я тебе говорю надо было сразу тут уходить я не знаю тут надо оботравление да это хреновая вещь ну поехали знать если там и есть дальше бункер они однотипные сейчас потихоньку пойдем и просто наблюдаем ну там реально там прям гора целая тут хлам блин да это мне как не хреново видно надышались все блин что-то мне как-то тоже хреново да у тебя там маска кстати я через маску почувствовал все равно ты палку заставил там по-моему еще возле этого бункера ладно у нас сегодня локации много очень стрёмное место ночью мы на него можно сказать обзор сделали а теперь надо идти до машины пойдем и ни на кого не нарваться привидений я думаю конечно тут нет вряд ли слушай на привидений знаешь я от чего больше снимаюсь мне не то сколько привидений а вот вот этих вот шорохов из кустов диких животных особенно кабаны какие-то или собачьего ты еще страху на но я все все равно себе тоже накручиваю по деревне мы ходили было светло потому что снег он же свет отражает а тут приходишь лютая тьма только пучок этого света блин и все эти деревья страшные я тебе говорю это ты еще и это 100000 слушай пойдем побыстрее до тачки ну и нахрен нет я знаю что например так это второй где машина машина не стоял да блин да я 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 тихо что там отцветила такую я сейчас машину заведу рублю фары ну может кто-то посмеется там а вы себе накрутили но реально очень стрёмно потому что ни одного мне казалось и также коли показалось что кто-то в кустах времени мало в кустах это сто процентов кто-то был может быть это леса может какая-то леса мужской то кабан заяц хрен пойми но место реальность темное и мы чуть не травануться ртутью потому что там просто гора битых ламп насчет вам конечно реально ну даже вот с камерой без камерного там было реально что деревья чай фары это там ну там база реально будет это какая-то походу леса или зайца либо леса я не знаю но я проверять не хочу ты набирал нет сзади я в зеркало сейчас смотрю а в зеркало с той стороны да там тут точно в общем блин да так еще красным этим светишь туда вообще и дома глаза выйдете точно тут кто-то есть точно фу машина все-таки я сидите и звери напугает может конечно и привлечь вот тут выезд на поле тут даже типа стрельбище было это просто да как девушка все он стоит но она такая типа казарма или столовая уже на этом на крыше деревья растут ты слышал там рычала что-то я в какой-то момент послушала мне когда он бежали может я все так накрутил и накрутил кому-то наши параллельно в это вкус так вот и за тобой тоже кто-то бежит ладно все урубаем камеры едем на следующую локацию я например своей жизни встречал бешеную лису бешенга мы приехали нас есть карьер мы пришли туда со знакомой приезжаем и его на стою такую фотку руля не со или сам у нас ты смотрит она то начинает к нам идти ну и что леса короче нет даже она убежать она должна убежать она идти на нас начинать я беру камень я кидаю в нее я в не попадаю она все равно идет на меня юлинаешь такой взгляд он такого на полу бокс весело идет на меня гол на таком я не могу я это подругу бегом кур убегаем она наверно бешен и она за нами мы пока на дороге там побежали этот то есть до машины это 99 было еще мы до машины добежали мы бегом машину она к машине подошла блин и стоит в лазит вокруг машины вообще не боится ну это да это как рису бешеная так ладно ребят сейчас мы отправляемся на следующую локацию на принципе так далеко отсюда да нет недалеко тут вот сейчас вы не все так ехали только мы направо поворачиваем и проезжаем